В цехах 123-го авиаремонтного завода в Старой Руси восстанавливают штурмовик Ил-2, поднятый поисковиками с одной имени осенью прошлого года. Первое, с чего начали реставраторы, очистка деталей от грязи, которой машина буквально обросла за полвека пребывания в воде. А дальше крылатому танку предстоит обрести свой изначальный вид. Когда журналисты приезжают к поисковикам на подъем самолета, они ожидают увидеть вот это. Но чаще всего приходится снимать небольшие кусочки ржавого металла. Тема уникален этот Ил-2, поднятый со дна имени. Он сохранился практически целиком, с винтом, двигателем и кабиной пилота, в которой почти нетронутыми остались и приборная панель, и даже сиденье. Сейчас разобранный на части самолет проходит стадию очистки. Вы не представляете, сколько было ила, ракушек в данной конструкции. 50 мешков мы только отсюда вынесли. Это уже здесь механическим путем все очищали. Чистят боевую машину вот этим аппаратом. Он похож на пескоструйный, но вместо песка используется сухой лед. В итоге вода с металлом не контактирует. Впереди еще много работы. Сотрудники авиаремонтного завода говорят, восстановление самолета займет не меньше двух лет. В небо ветеран сражения под Новгородом, скорее всего, уже не поднимется, но еще послужит. Появилось огромное желание показать ее людям. Показать так, чтобы туда наши дети могли прийти посмотреть. Настоящий металл того времени, пробоины, составленные осколками, снарядами. Мы предполагаем, что в эту машину дети садиться не будут. Но рядом будет стоять симулятор полетов настоящий, в котором дети смогут сесть и попытаться почувствовать себя летчиком. Для того, чтобы осуществить эту задумку, в Демянске планируется строительство Большого музея под условным пока названием «Парк Патриот», где наш сегодняшний герой станет главным экспонатом. А всего, по подсчетам поисковиков, в Новгородской области осталось еще больше четырех сотен ненайденных самолетов.